Третью неделю в областном центре обсуждают строительство завода на польных покрытий. Площадкой инвестор выбрал улицу Итальянскую 6, где ранее располагалось производство Кока-Колы. От депутатов Гурсовета зависит вопрос согласования проекта санитарно-защитной зоны. Своё мнение по этому поводу Роспотребнадзор озвучивал уже не раз. Это действительно расчётная зона, так положено делать. Сначала делается расчётная зона до этапа проектирования строительства по материалам единовременной максимальной нагрузки. Напомним, территория санитарно-защитной зоны для будущего завода на польных покрытий определена в 300 метров. Именно вопросы экологии в первую очередь волнуют общественников областного центра. Они тоже в зале. Эволюционное производство связано с большим количеством выбросов химических веществ, часть из которых относятся к веществам первого и второго класса опасности. При этом початки химических веществ для города Орлах, это очень важный момент, отсутствуют официальные данные по фоновой концентрации. Что касается исследований фоновой концентрации таких страшных, в том случае, если расчётное количество загрязняющих веществ по сумме не превышает 0,1 ПДК, я ещё раз на этом настаиваю, что такой расчёт получился, все эффект суммарский даёт 0,1 ПДК. Фоновой концентрации не учитывается. В принятии решений депутаты разделились на три категории. За, против, воздержались от ответа. Мнение убедительного большинства лужковцев. Они за то, чтобы завод был. Лужковцы считают, что завод очень важен и очень нужен. Вновь на чаше весов плюсы и минусы. Некая группа депутатов на прошлом горсовете стала, так условно сказать, в позу для общественников. И только после этого начались общественные слушания, обсуждения, подключились организации. То есть, на самом деле, инвестор сейчас страдает за счёт чего? За счёт того, что кто-то вовремя не подготовил ни проекта, не провёл слушания, не разъяснил народу, вредно это предприятие, не вредно. В случае захода инвестора в Орловскую область, к первому кварталу 2019 года производство напольных покрытий планируют запустить в полный цикл. А к 2026 завод предполагает пополнить региональный бюджет одним миллиардом 127 миллионами рублей налоговых отчислений. Способны ли мы, власти, депутаты, в сегодняшних условиях развивать город, решать практические задачи и повышать уровень благосостояния наших граждан, для чего мы здесь все и находимся. Может быть, отложите? Мы потеряли громадную массу предприятий в Орле и Варновской области. И на сегодня к нам с вами инвесторы вот так вот колонными стоят. Это говорит о том, а что мы так торопимся. Да не торопимся. Я буду в городах. Я за завод. Я прошу, чтобы депутаты прислушались к мнению народа и по поводу того, что выбирали, на основании действующих, на обстоятельствах. Итог голосования в пользу завода. За подняли руки 28 из 35 пришедших на сессию. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.